Летом проспект Ленина комплексно обновили на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». На проезжей части появился новый асфальт, одновременно с этим специалисты обустроили и искусственную дорожную неровность. Простыми словами, это возвышение над основным слоем покрытия. Ранее конструкция появилась вблизи пересечений с улицы и полевой, а в текущем году рядом с перекрестком проспект Ленина – Осипенко. Эта неровность как ответная мера на происшествие с участием пешеходов. Там, где они переходят дорогу или спешат на трамвай, стало безопаснее. Впервые с 2020-го самарские госавтоинспекторы не зарегистрировали ни одного ДТП в местах размещения так называемых венских платформ, хотя ранее статистика пополнялась как минимум шестью случаями в год. Проводимый анализ показывает то, что данная мера способствует снижению количества дорожно-транспортных происшествий. Данное приподнятое дорожное покрытие в местах остановки общественного транспорта позволяет кешеходам централизованно переходить в проезжую часть в момент остановки трамвая, а водителям снизить скорость на данном участке. Принцип работы такой платформы очень прост. Проезжая по участку, водитель автомобиля вынужден снижать скорость. На проспекте Ленина, например, она составляет от 20 до 40 км в час. Соответствующее ограничение сопровождается дорожными знаками. Все это позволяет водителю сориентироваться, увидеть выходящих из трамвая пассажиров и пропустить их, вовремя затормозив. Отличный пример того, как неровности не ухудшают, а наоборот помогают улучшать статистику происшествий, сводя их к минимуму. Также по согласованию с госавтоинспекцией на аварийных участках размещают монолитные искусственные дорожные неровности вблизи образовательных и других социальных объектов. В этом году подобные меры применили к проезжей части по улице Красных коммунаров. Здесь сразу несколько учебных учреждений, включая 123-ю школу Самары. Вблизи два нерегулируемых пешеходных перехода, а вокруг много детей и школьников. Всего по городу таких оборудованных участков порядка 130. Они бывают двух видов. Первый – это непосредственно, когда поднимается пешеходный переход, то есть на всю ширину пешеходного перехода. И второй вид – это когда непосредственно перед пешеходным переходом порядка 10-15 метров устраивается отдельная искусственная неровность, она немножко поменьше размера. Еще один плюс таких платформ – они не создают помех для техники во время зимнего содержания. В будущем году для безопасности пешеходов и водителей в городе установят больше искусственных неровностей. В декабре власти Самары совместно с ГИБДД сформируют списки наиболее аварийных участков. Работа начнется вместе со стартом дорожно-строительного сезона. Обустроят участки, как и в прошлые годы, на средства профильного нацпроекта. Михаил Ермоленко, Петр Поломеев. События.